Буквально через пару дней в нашем городе стартует 111-й театральный сезон. Премьерным спектаклем в котором станет «Скелек», поставленный известным московским режиссером Максимом Соколовым. Эскиз фэнтезийной драмы наполнен современными мотивами, а центральными персонажами в произведении выступают обычные американские подростки. Вообще этот спектакль я посвящаю грубому и нежному возрасту. Я обожаю подростков, я верю в их поколение. Они врут гораздо меньше нас, взрослых, в главном. Они нас смелее. Я верю, что они смогут что-то поменять, даже в нашей стране. Цветовая гамма действия, происходящего на сцене, будет приближена к черно-белым тонам, лишь с незначительными яркими вкарплениями. Грим будет наложен на каждого актера полностью, не оставляя непрокрашенных участков. Необычным элементом декорации станет автомобиль «Волга», распиленный пополам. Кроме этого, зрителя ждет проекция на потолке. Музыкальное сопровождение постановки будет состоять из самых популярных песен. Название пьесы для многих непонятное. На самом деле, скелик – это не больше, чем просто имя. Так зовут главного персонажа постановки, вокруг которого и развивается весь сюжет. Роль печального ангела, потерявшего смысл существования, исполнит актер Каннского драматического театра Руслан Губарев. «При птице» проходит лично для меня очень положительно, потому как не буду лукавить. Это один из немногих режиссеров за последнее время, которым мне очень нравится его работа, как он работает. Напомним, премьера спектакля «Скелик» состоится уже в эту субботу, 7 октября, в 18.00 в Каннском драматическом театре.